Добрый вечер. Вы один из очень немногих собеседников в рамках проекта «Важная персона», который до сих пор живет там же, где и родился. Никогда не было желания перебраться в какую-нибудь из столицы? Ну, я думаю, что по моей жизни разносторонней было много предложений. Когда я был главным тренером сборной СССР, и были удачные выступления, и в 33 года я стал лучшим тренером мира в этом виде спорта, в горнолыжном, где в советское время считалось, что все равно, что в космос улететь. И были проблемы, когда неправильно понимали положение советского тренера и прочее. И за большие успехи Адольф Оги, будущий президент Швейцарии, а в прошлое время он был президентом Федерации лыжных видов спорта Швейцарии, предложил быть старшим тренером сборной Швейцарии с хорошим контрактом. Но это было советское время. А так, естественно, по жизни получилось то, что рано я стал главным тренером сборной СССР, хорошие условия получил в доме ЦК КПСС на улице Правды. И далее, когда стал министром спорта, получил в правительственном доме хорошую квартиру, дачу на Рублевке. Как и положено. И так, да, как положено. Но не менял свое, как говорится, местоположение. Я родился, как вы правильно подчеркнули, вырос и живу. И плюс многие политики высказывают о том, что вот мы помогаем детским садам, школам, интернатам, а я просто содержу детскую школу, 350 детей, школу-интернат, всероссийскую. Это уже на протяжении многих-многих лет. Поэтому это место для меня намолено. Вы озвучите, как это место называется, а то мы так и не произнесли. Это знаменитый Дмитровский район, поселок Деденево, деревня Шуколова. В этом месте я родился, а мой дедушка был главной лесничей Дмитровского района. И все выдающиеся ученые, художники приезжали сюда охотиться. А позже Ленинские горы, Воробьевые горы и Шуколовка, это были единственные места, где катались на горных лыжах. Поэтому я с пяти лет научился кататься на горных лыжах, потом открылась детская школа. Все это здесь. То есть мои родители и моя супруга тоже из этой школы. Она на два класса младше, да, по-моему? Она, да, она два года помоложе. Она молодая совсем. А она много десятилетий уже глава администрации Деденевского знаменитого поселения. Ну, знаменитое оно тем, что здесь все-все есть. Самый одаренный, самый большой Спасово-Лахернский монастырь, который мы восстановили. Монастырь имеет... Когда вы говорите, мы, вы имеете в виду... Я и моя супруга. Да, это десятипредельный храм. Сам патриарх Алексей, Царство Ему Небесное, и патриарх Кирилл были в этом храме. И, естественно, повезло то, что когда президент страны стал президентом, будучи человеком, возглавляющий сначала комитет государственной безопасности, потом правительство, и он полюбил это место. А он здесь частый год, да, бывал во всяком случае? Он бывал, да, с 2001 года очень-очень-очень часто. И очень красиво научился кататься на горных лыжах. Вы же бы даже фильм сняли. Все, 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 все. Лучше и в Австрию мы выезжали, и австрийцы оценили, что если бы состоялся чемпионат мира по горным лыжах среди президентов всех стран, то Владимир Владимирович был бы чемпионом мира среди всех президентов. Ну, кроме того, что есть определенные условия, но отсюда вышли и многие чемпионы Советского Союза, мира, обладатели Кубка мира. Все это из Шуколова-Деденева. Поэтому Дмитровский район прославивался сначала Шуколовым-Деденевым, а потом далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова